Добрый день! Это видео продолжает рассказ о культуре средневековой Европы, о христианстве, в частности, о священном писании Библии. В прошлой публикации мы перешли к книге Деяний Святых Апостолов и добрались до пятой главы. Шестая глава начинается с конфликта. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Деяние 6.1. Получается, что в общине последователей Христа, которым он заповедовал равенство, когда нет ни большего, ни меньшего, новички из местных евреев ущемляли новичков-еленистов. Причем, обратите внимание, речь не об эллинах, то есть греках или римлянах, а об евреях, живших в среде эллинов и приходивших в Иерусалим время от времени, чаще на праздники. Двенадцать апостолов сказали, что думать о еде – это не их уровень. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Деяние 6.2. Здесь мы впервые встречаемся с указанием, что последователь Иисуса был не из евреев. Еще вскользь упоминается, что среди новообращенных были не только простые люди, но и священники. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Деяние 6.7. Стефан, упомянутый первым в предыдущем списке, совершал чудеса и знамения. К нему приходили спорить о религии, но безрезультатно. «Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев, некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил». Деяние 6.9.10 Тогда они пошли на военную хитрость, подготовили лжесвидетелей, провели работу с народом, схватили Стефана и привели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Деяние 6.13.14 Удивительный факт добавляет автор, что те, кто сидел в Синедрионе, видели лицо Стефана как лицо ангела. Седьмая глава начинается с продолжительного выступления арестованного в собрании. Где он дает краткий пересказ Ветхого Завета от Авраама до Соломона, заканчивая повествование указанием на Иисуса. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвосвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили». Деяние 7.51.53 После такой речи вывели его за город и побили камнями. Он же молился до тех пор, пока не испустил дух. Свидетелем этого действа оказался юноша по имени Савл. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Деяние 7.58. В начале 8 главы мы узнаем, что Савл был не только свидетелем убийства, он его одобрял. А потом, когда сразу после смерти Стефана начались гонения на последователей Христа в Иерусалиме, и они все, кроме апостолов, рассеялись по Иудее и Самарии, он лично ходил по домам и отправлял мужчин и женщин в темницу. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нём. А Савл держал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Деяние 8.1.3 Дальше автор переносит наше внимание на одного из последователей Иисуса, некоего Филиппа, который пришёл проповедовать в Самарию. Единственное, что мы можем про него сказать, он не апостол, так как они, как сказано в самом начале главы, остались в Иерусалиме. Филипп исцелял и изгонял духов, потому народ был в восторге. «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе». Деяние 8.6.8 Хотя незадолго до этого они были также в большой радости от волхования некоего Симона. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря «Сей есть великая сила Божия». Деяние 8.9.10 У меня такое впечатление, что людям без разницы. Повосхищались Симоном, повосторгались Филиппом, приняли крещение. Завтра придет Будда, они и ему обрадуются. Симон, кстати, тоже крестился. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Деяние 8.13 Апостолы, узнав, что в Самаре и без них происходят такие важные события, срочно отправили туда Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Деяние 8.15.17 Симон тут же сообразил, как передается Дух Святой. Принес апостолам деньги, чтобы они его научили. Но Петр сказал, что так не получится. Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Деяние 8.20.23 Симон в ответ сообщил, чтобы они сами за него помолились. Апостолы же отправились обратно в Иерусалим, проповедуя по дороге. Но, вероятно, нигде больше такого сильного эффекта не произвели. Филипп, по указанию ангела, отправился в путь, где встретился с Евнухом Эфиопом, вельможей эфиопской царицы. Тот как раз читал книгу пророка Исаии. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж Ефиопянин, Евнух вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Деяние 8.26.28 Филипп спросил, понимает ли вельможа читаемая. На что он, как ни странно, не только признался, что не понимает, но и попросил незнакомца все ему объяснить. Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Деяние 8.34. Филипп, конечно же, объяснил, что речь идет об Иисусе Христе. Вероятно, рассказ его был настолько красочен, что как только они добрались до воды, вельможа захотел креститься. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Деяние 8.38. Но это еще не все. Когда они выходили из воды, на вельможу сошел Дух Святой, а Филиппа ангел перенес в город Азот, откуда тот отправился в Кесарию. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Деяние 8.39.40. Так заканчивается восьмая глава Деяний святых апостолов. Продолжение в следующем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok